Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и я, Гульнур Жакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Сильные в малом бизнесе предприниматели дают бизнесу Казахстана надежду на процветание нашего государства. Именно об этом говорил на заседании по рассмотрению итогов реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. В воскресенье сортировка отмечала профессиональный праздник День железнодорожника. 75-ю годовщину созданий в Карагандинской области железной дороги отмечали работники путей сообщения. Смотрите об этом в нашем сюжете. В Караганде стартовала республиканская акция «Дорога в школу». Как помогает государство и бизнесмены области собираться в школу детям из малообеспеченных семей? Смотрите в нашем репортаже. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков записался на стрижку в парикмахерскую города Садпаев, которая была открыта по государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. По словам главы региона, владелица бизнеса, узнав о государственной поддержке и помощи, тут же воспользовалась ей. Поэтому рекламу программы ГПФИР нужно делать правильно. Не обязательно, чтобы проекты были гигантскими. Достаточно лишь, чтобы они были востребованы. И тогда у нашего региона будет надежный тыл в виде новых предприятий, приносящих доход экономике, сказал Нурмухамбет Абдебеков на заседании по рассмотрению итогов реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Я там записался на стрижку где-то в Садпаеве, да, по-моему. Ну, в Садпаеве. Девушка выходит с проекта. Взяв кредит под низкий процент и заручившись гарантией властей, самая обыкновенная женщина из города Садпаев открыла свое дело. В числе ее первых клиентов и Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Об этом он заявил лично на заседании по рассмотрению итогов реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития. Глава региона призвал чиновников вести правильную работу по информированию населения о государственных инструментах поддержки малого и среднего бизнеса. Маленькие проекты, но это как раз и формирует тот общий атмосферу и фон малого и среднего бизнеса, долю малого и среднего бизнеса, о котором говорит глава государства, что мы тогда будем устойчивы экономически, социально, когда у нас вот этот сегмент будет формировать ВРП. По словам руководителя Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Толигена Егимбаева, объем выпуска промышленной продукции региона увеличился в полтора раза. Производства нашего региона развиваются стабильными темпами. С 2011 года увеличилась доля казахстанского содержания с 20 до 67%. В рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 10-е и 14-е годы реализовано 58 проектов карты индустриализации, создано свыше 4,5 тысяч рабочих мест. По итогам пятилетки все 18 регионов области были охвачены картой индустриализации. Проекты были представлены по 12 отраслям промышленности. 13 проектов карты были реализованы с участием иностранных инвесторов. 12 проектов являются экспортерами продукции. Всего запущенные проектами карты произведена промышленная продукция на 200 миллиардов тенге. В регионе проводится активная работа по реализации проектов, одобренных в рамках казахстанско-китайского сотрудничества в области индустриализации и инвестиций. По итогам проведенной работы на территорию области планируется привлечь 7 компаний, в том числе 4 иностранных. Аймамрина Олжас, Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. 80-летний юбилей погрузочно-транспортного управления отметили в Караганде. В честь такого праздника лучшие работники предприятия были отмечены подарками. История погрузочно-транспортного управления в Караганде началась в далеком 1935 году. Именно тогда был заключен договор с Омской железной дорогой о передаче подвижных путей под управление отреста «Караганда-уголь». За это время многое поменялось, но неизменным осталось одно – предприятие растёт и развивается именно в Караганде. В честь праздника многие работники нашего предприятия будут отмечены наградами как со стороны руководства, так и со стороны органов власти. Я имею в виду со стороны Акиматов. Будут пошляться грамотами. Весь коллектив предприятия с праздником железнодорожника поздравил Аким Октябрьского района. Он отметил, что благодаря профессионализму работникам погрузочно-транспортного управления, верному служению своему делу, бесперебойно функционирует старейшая организация «Караганды». По сути, транспортная инфраструктура всей экономики нашей области. Поэтому я желаю вам самое главное – здоровья, благополучия и отличного настроения. С праздником, дорогие! Праздник закончился концертом от творческих коллективов города и области. Традиционно в сортировке железнодорожники «Караганды» отметили свой профессиональный праздник. За годы независимости было построено 1200 километров железных дорог. В планах строительства еще столько же. Сегодня железная дорога является важной частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан. В этот день сортировка звучала празднично и торжественно. В жизни каждой страны железные дороги всегда играют особую роль. Они были и остаются главной транспортной артерией, связывающей воедино города. Впервые железная дорога прошла по территории современного Казахстана в 1893-1894 годах. Это была узкоколейная железнодорожная линия Покровская-Слобода-Уральск, протяженностью 369 километров, из которых 113 километров пролегали в Казахстане. Кроме того, 190 километров транссиба также прошли через Казахстан в районе города Петропавловск. Сегодня железные дороги Казахстана соединяют Европу и Азию, Восток и Запад. Они оснащены современным подвижным составом, электрифицированы, ходят скоростные поезда. О перспективах развития железных дорог в Карагандинской области говорилось с праздничной трибуны. Благодаря вашему мужеству, профессионализму, самое главное, верному служению своему делу, бесперебойно функционирует вся железная дорога Карагандинской области. По большому говоря, это инфраструктурная основа всей экономики нашей области. История железных дорог области славная. 19 октября 1940 года постановлением Совета народных комиссаров Союза СССР и Центрального комитета ВКПБ была организована Карагандинская железная дорога, положившая начало процессу целенаправленного структурирования Казахской железной дороги. 20 февраля 1986 года в Казахской ССР был поставлен мировой рекорд. По целинной железной дороге проведен состав в 440 вагонов, общим весом 43,5 тысячи тонн и длиной 6,5 километров. Славные сегодняшние дела железнодорожников. 3 июля 2012 года в Казахстане началось строительство сразу двух новых магистралей внутри государственного сообщения. Аркалык-Шубаркуль 2014 километров и Жасказган-Саксаульская 517 километров. Шалкар-Бенео 496 километров. Реализация этого проекта значительно сократила расстояние от Астаны и Жасказгана до юго-западных регионов Казахстана. В этот день лучшие представители этой железной профессии были награждены медалями, грамотами, отмечены премиями. Среди карагандинских железнодорожников много семейных династий. Прадедушка, дедушка, отец, все железнодорожники. Я как бы по ихним стопам так же пошел в первую очередь. Первая моя цель была такая вот. Я сейчас еще горд, что работаю на такой железной дороге, на таком гиганте, как КТЖ. Множество профессий существуют на железной дороге. Но все они от сцепщика до машиниста, от ремонтника до командира производств обеспечивают безопасную доставку грузов и пассажиров по всему Казахстану. Сергей Мисокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok В шахтерской столице стартовала республиканская акция «Дорога в школу», которая призвана собрать для маленьких карагандинцев портфели, тетради и ручки. Несколько бизнесменов уже откликнулись на призыв работников образования и сегодня вручили школьные принадлежности детям. Николай Кровец расскажет подробно. Восьмилетний Турар Шамербек не такой, как все. У мальчика нарушение опорно-двигательного аппарата. Но, несмотря на это, он любит читать книги и рисовать природу. Сегодня воспитанник школы-интерната Нода получил подарки от спонсоров. Это портфель со школьными принадлежностями и мягкую игрушку. Но больше всего Турар мечтает ходить и бегать, как все нормальные дети. Сегодня в Караганде стартовала республиканская акция «Дорога в школу». Она призвана помочь школьникам и социально незащищенных семей во время подготовки к началу учебного года. Работники районных и городских отделов образования уже начали привлекать спонсоров. Сегодня они вручили школьные принадлежности более чем 20 детям. И это только начало доброй акции в нашем городе. Это большая работа всей общественности. И мы все должны активно принять участие. И главное – оказать содействие нуждающим нашим детям. Во время акции планируется проведение различных мероприятий по оказанию сбора помощи детей в школу. Это месячник по всеобучу организации рейдов «Занятость. Дети в ночном городе». Открытие пунктов приема вещей, школьно-письменных принадлежностей. При областном управлении образования уже заработали телефоны «Горячая линия». Их номера вы видите на своих экранах. Поможем детям вместе. Николай Кровец, Ажас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В 2016 году изменятся условия поступления на государственную службу. Новый закон будет регулировать условия сдачи тестов, трехуровневое собеседование, а работающие чиновники должны будут пройти переаттестацию. Сейчас рассматриваются пункты дифференцированной оплаты труда и других надбавок тем, кто себя хорошо зарекомендовал и имеет большой стаж работы. Тем, кто хочет устроиться на работу впервые, придется три месяца проходить обязательную испытательную практику. И только после этого его примут официально. С нового 2016 года всем желающим поступить на работу в госорганы нужно, как и раньше, сдать тесты по законодательным документам нашего государства. При успешной сдаче претендентам на вакантное место необходимо пройти три разных собеседования. Испытательный срок – три месяца. В случае, если специалист не сможет проявить себя за этот срок, руководство может дать ему еще время на проявление своего потенциала. Кроме того, вводится обязательное требование для первых поступивших на госслужбу. Это испытательный срок по формуле 3 плюс 3. То есть через каждые три месяца этого испытательного срока будет проводиться рубежный контроль. Для прохождения этого испытательного срока к каждому государственному служащему будет составляться индивидуальный адаптационный план на три месяца. За новыми госслужащими будут закреплены наставники. В организациях будут продвигаться в первую очередь сотрудники, которые работают именно там. То есть со стороны людей брать не будут. Работа чиновников будет оцениваться по восьми критериям. Это управление сотрудниками, ответственность, самостоятельность, опыт работы, уровень специальных знаний и контактов, объем работы и последствия принимаемых решений. Доходы специалистов будут напрямую зависеть от этих факторов. Если у работников государственных органов будут дисциплинарные правонарушения, их дела будет рассматривать специальная комиссия. Просто так в обиду чиновников не дадим, говорят они. К тому же на государственную службу в будущем будут приглашаться успешные менеджеры других бизнес-компаний. Это все для того, чтобы поднять профессионализм и престиж службы во благо государства. К тому же в целях профилактики коррупционных проявлений среди журналистов будет проведен конкурс. Их будут оценивать за лучший сюжет, статью, видеоролик по данной тематике. Айамамрина Айденжакан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Караганда встречает победителей. Хореографический ансамбль Нурби вернулся с международного конкурса из Кыргызстана с почетным вторым местом. Многодетный папаша, так называет себе руководитель танцевального коллектива Нурлан Мукатаев, победу своих малышей называет тяжелой. Ведь их состав из детей шестилетнего возраста заставили соревноваться с подростками. Но, несмотря на это, мы доказали, что лучшие скромно заявляют участники группы. На трогательной встрече родителей со своими победителями побывал и наш корреспондент Айамамрина. На перроне железнодорожного вокзала сегодня необычно шумно. Родители, близкие громкими выкриками Нурби «Молодцы!» встречают победителей. Хореографический ансамбль Нурби. Они вернулись с международного конкурса из Кыргызстана, заняли второе место. 14 малышей шестилетнего возраста и четверо 13-летних танцовщиц покорили Иссык-Куль. По словам маленькой участницы ансамбля Дины Шарапединовой, соревнования проходили тяжело. Они выступали наравне с взрослыми конкурсантами, которым было 13 лет. Но мы все-таки сумели покорить сердца жюри, говорит Дина. Мне очень нравилось в конкурсе. Мы получили второе место. Это очень хорошо. У меня было счастье, что мы получили второе место. Руководитель хореографического ансамбля Нурби Нурлан Мукатаев называет себя многодетным папашей. У меня в ансамбле 200 детей. Все они почти называют меня папой. Потому что вдалеке от родителей, они вот так меня уже называют иногда и мамой даже, и папой. Талантливый и перспективный тренер называют победу своих малышей заслуженной, но очень тяжелой. Планы будущие, но у нас уже настрой очень сильный. Поехать в следующем году и порвать всех. Дети сказали так. И мы поедем все, да, дети? Да! Международный конкурс на волне Иссыкуля проходил в городе Сарой. В Кыргызстане. В прошлом году команда Нурби уже занимала первое место. Правда, с более старшим составом. Команда не намерена сдаваться. И в доказательство этому прямо на перроне громко произнесли свой девиз и даже немного станцевали. Аймамрина Исламбеку Спан Арман Нартаев, первый карагандинский. Доверие граждан к судебной системе во многом зависит от профессионализма судей. Поэтому, чтобы решить проблему качества кадров в судейском корпусе, глава государства Нурсултан Азарбаев предлагает ужесточить требования к суде. В озвученном главой государства плане нации говорится, что кандидат в суде должен иметь минимум пятилетний стаж работы именно в судебной системе, а не где-либо еще. Внедрение системы ситуационных тестов для проверки профессиональных навыков и умений. Кандидаты в суде будут проходить годичную стажировку в судах с выплатой стипендии, а потом еще годичный испытательный период. Только после положительного заключения пленарного заседания областного и приравненного к нему суда он будет направлен на конкурс, после чего будет назначен временно исполняющим обязанности судьи. И также в течение года будет исполнять обязанности судьи, соответственно рассматривать самые несложные и простые дела, после чего будет рекомендован Высшим судебным советом президенту Республики Казахстан для назначения на должность постоянного судьи. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. Амонсов был Мстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова